Новые сомнительные махинации в действиях автоюристов, занимающихся отъемом денег у водителей, выявили их жертвы. Мы уже неоднократно рассказывали о деятельности, связанных между собой юридических контор ИП Крейдерман и ИП Вершинин. Они выкупают у людей, пострадавших в аварии, право на требование возмещения в ущерба. Пострадавших прямо на месте аварии обрабатывают аварийные комиссары, убеждают заключить договор цессии, упирая на то, что деньги выдадут сразу, а страховой еще неизвестно сколько ждать. По договору цессии человек получает раза в три меньше денег, чем выплатил бы страховая, но выплату страховой заберет себе ИП Крейдерман или ИП Вершинин. Но и это еще не все. Еще больше не повезет виновнику ДТП. Хотя виновник, как добропорядочный гражданин, имеет полис ОСАГО и думает, что весь ущерб компенсирует его страховая, года через два или почти три он получает поездку в суд. И оказывается, что ИП Крейдерман или ИП Вершинин провели дополнительную экспертизу и требуется с виновника ДТП дополнительного возмещения ущерба. Обычно в несколько раз больше, чем уже получили со страховой. Подчеркну, что ни копейки владелец пострадавшей машины уже не получит. А его машина давно отремонтирована, и он сам претензий к виновнику ДТП не имеет. Более того, у автоюристов имелись факты полной фальсификации аварии и попытки взыскать деньги с водителей, которые вообще в авариях не участвовали. Как ни странно, суды в подавляющем большинстве случаев выносили решения в пользу этих юридических контор. Лишь после того, как около года назад мы стали рассказывать о деятельности этих автоюристов и наши репортажи стали получать большой резонанс, ситуация стала меняться, и суды стали выносить решения в пользу водителей. Сами водители, у которых эти автоюристы разными способами пытались изъять деньги, объединились в своеобразный клуб пострадавших ОТП Крейдерман и ИП Вершинин. Одна из наиболее активных его членов Марина Горькова уже доказала суде свое право не платить деньги ИП Вершинину, но он подал апелляцию. И вот на этой апелляции мы снова встретились с пострадавшими и всплыли новые факты. Оказывается, что в разных эпизодах, пытаясь отнять деньги у разных людей в качестве доказательства своих расходов, эти юристы прикладывают абсолютно идентичные чеки. В всех делах экспертиза проводится ИП Штондой, который предоставляет, ну и Вершинин предоставляет дальше суд, чек об оплате услуги экспертов. Они просят там в рамках искового возмещения 5 тысяч за эту независимую экспертизу тоже с ответчиком, соответственно, вернуть. Но один и тот же чек фигурирует в нескольких делах. Они получают эти 5 тысяч, выигрывая дела, а по факту один и тот же чек фигурирует в нескольких делах. У нас вот вышел чек с Мариной, один и тот же. Можно вот посмотреть, таким образом он выглядит, то есть все прям идентично. Та же дата, тот же номер чека, все то же самое, абсолютно то же самое. Как может быть два одинаковых чека у двух разных людей? У нас причем три, насколько я знаю, одинаковых чека у трех разных людей. Получается так, что Вершинин взыщет сейчас с одного гражданина вот эти 5 тысяч на ремонт, на экспертизу, на проведение. И после этого хочет получить с меня еще 5 тысяч рублей на эту же самую экспертизу. А еще также у меня новые повреждения, как я думаю, у большинства других людей, попавших в такую ситуацию. Чек, я так понимаю, он один и тот же в разных делах? С одним и тем же номером, с одной и той же датой экспертизы, все абсолютно идентично, один в один, как под копирку. То есть экспертиза, которая была проведена в сентябре 22-го года, и у двух других людей точно так же датируется этим же числом, с этим же номером чека, пробитым в это же самое время. Было ДТП в марте 21-го года. Соответственно, мы все оформили, съездили в ГИБДД, оформили ДТП. И все, как полагается, меня признали виновным. Далее, собственник пострадавшего автомобиля подписал договор цессии. Собственник автомобиля отремонтировал свой автомобиль на 55 тысяч рублей. Сразу после того, как мне пришел иск, я, естественно, начал связываться, узнавать, какая ситуация вообще и откуда сумма такая. В итоге, на 55 тысяч рублей автомобиль отремонтирован, есть фотографии сразу после ремонта. То есть машина находится в идеальном состоянии. Как он пояснил на суде, никаких у него претензий ни к качеству ремонта, ни к чему нету. И далее, спустя полтора года, мне приходит иск от Вершинина. На сумму 302 тысячи рублей. Все чеки наши идентичные, которые в экспертизах ИП Штонда присутствуют, они идут с одинаковым номером, пробитые 5 сентября все в одно и то же время, причем задним числом. И во всех присутствует одна и та же дата. Экспертные заключения от 5 сентября 2022 года. По моему мнению, есть очень много различных несоответствий, таких как чеки с одним и тем же номером в нескольких делах, подтверждающие оплату, проведение экспертизы. У вас такой же чек, как у молодого человека? Разные, да? Разные, но они фигурируют в нескольких делах, которые уже прошли, грубо говоря. А, и ваш фигурирует, да? И мой фигурирует, да, также в двух делах, которые мы смогли, скажем, выявить. У нас нет ни одного индивидуального, ну, как бы уникального чека. То есть все чеки, они парятся, там, троятся с кем-то где-то. Вот, соответственно, это, если такие чеки предоставляет суд, то, как мне сегодня на допросе сказал следователь, это 303 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предоставление политифицированных доказательств. Фигурируют чеки от Штонда Дмитрия Сергеевича, да, по-моему, это эксперт, который оценивал, я так понимаю, повреждения, да? А это высослов чьих-то, да, получается? Почему? Ну, а это и есть документы. Ну, соответственно... Вы дослушайте вопрос? Да, давайте дослушаем. Не перебивайте, пожалуйста. Он есть, вот, у Марины есть и еще у двух людей. Абсолютно одинаковые чеки. Три разных автомобиля, три разных ситуации, три разных человека. Один и тот же чек за подписью одного и того же эксперта. А вы уверены, что там подпись-то есть? Ну, там не подпись, а за один и тот же номер, за одну и ту же дату. Это как можете объяснить? А я вроде не Штонда. Вы мне спрашиваете, что вы можете пояснить по Штонде? Мы с ним не живем, это не мой муж. Это отдельная единица, отдельный предприниматель, как вы называете, лицо, которое ведет деятельность. А допустимо, чтобы в разных делах один и тот же чек фигурировал? Ну, у нас вот расписки, я пишу, они совершенно идентичные, но по разным делам и получают разные суммы. И как вот я тоже буду... А там все одинаковое? Сумма, номер... У меня и сумма бывает, похожая по договору, и 15, и 20, там тысяч рублей. Легко. И оно будет идентичное, и все будет похоже, и при этом без номера, и ничего. И это в каждом деле индивидуально, но при этом это может быть вообще не быть номера. Ну, а тут номер одинаковый. А это я не знаю. От вашего доверителя разные судебные дела, в которых фигурируют одни и те же чеки. Вот вы бы мне показали для начала, и потом сказали бы, прокомментируйте, а я это бы вам сказала. А почему я буду комментировать чужую работу? Вот он так работает, он так видит. Я художник, я так вижу. Нам, вот всеми, с кем вы сегодня общались, написано заявление в МВД, по факту, с просьбой возбудить уголовное дело и провести проверку деятельности. Кстати, что касается апелляции Марины Горьковой, то апелляцию она также выиграла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!